Добрый день, с вами Адмирал Маркетс, меня зовут Лембету. Сегодня в рамках серии вебинаров, посвященных техническому анализу и торговле без индикаторов, расскажу о паттерне «Тест на откате», как всегда в начале предупреждения о рисках. Помните, что торговля на финансовых рынках связано с рисками и доходность не гарантируется, поэтому не стоит переходить к торговле на реальном счете, пока вы не познакомились с методами минимизации рисков. С более подробной информацией можно ознакомиться на представленном слайде. Из этого вебинара вы узнаете, как формируется паттерн, покажу как его использовать для входа в сделку. В конце встречи будет тест, при помощи которого вы сможете оценить свое понимание материала. Скачать презентацию по сегодняшней встрече можно из группы ВКонтакте «Учимся зарабатывать на бирже», для этого переходите по ссылке в описании к видео. Также в группе вы найдете много материалов по трейдингу в свободном доступе. Ищем вход на тренде. Подробно схему паттерна разберем для движения вверх. Отличительной особенностью формации является повторный тест уровня после отката. Третий признак – обновление максимума. Посмотрите пример. Паттерн сформировался на уровне после того, как цена дважды его протестировала, и после этого продолжилось движение вверх. Для паттерна на продажу характерны те же три признака. Тренд вниз, цена повторно тестирует уровень на откате и обновляет минимум. Цена на трендовом движении начинает формировать откат, после чего снижается и, протестировав уровень, продолжает рост. Первый тест уровня говорит о том, что цена уперлась в плотность заявок на покупку. Если это сложить с трендом, тогда у нас появится возможность войти в сделку. Надо понять только как это сделать, и сейчас мы разберемся в этом. Входим на втором тесте, поэтому отмотаем схему немного назад. Сейчас момент, когда цена начала повторно снижаться. Входить лимитной заявкой можно, хотя и более рискованно, так как цена может быстро пойти вниз и сделка закроется по убытку. Можно ли найти способ для входа с большей вероятностью хорошего исхода? Оказывается, можно. И сейчас я покажу вам этот прием. Опять отмотаем схему назад, но представим снижение в виде свечи. Теперь, если цена намерена пробивать уровень, то скорее всего получится так, после чего движение скорее всего продолжится. Мы хотим войти так, чтобы не попасть в это движение. Но если будет рост, открыть покупку. Как это сделать? Вновь вернемся назад. Для того, чтобы войти в покупку, нужно использовать стоп лимитную заявку buy stop. Выставляем ее за хай свечи около уровня и когда цена пойдет вверх, сделка на покупку будет открыта. Может ли вторая свеча зацепить заявку и пойти вниз? Конечно может, это рынок, но за нас здесь два фактора. Первый уровень, а второй тренд. Если мы их верно определили, то скорее всего сделка будет плюсовой. Стоп выставляем под уровнем. Для сделки на продажу схема зеркальная. Заявку sell stop выставляем под low свечки и на продолжение движения входим в сделку на продажу. Стоп выставляем за уровень. А теперь для закрепления материала пройдем тест. Для прохождения теста понадобится только лист бумаги и ручка. На выполнение каждого упражнения вам будет дано примерно 7 секунд. Это время условно, так как лучше всего при первом прохождении теста видео ставить на паузу. В конце теста, просуммировав баллы, вы сможете себя оценить. Если в первый раз не получится, ничего страшного, пересмотрите ролик и в паузах делайте остановки. Используйте презентацию к этому видео. Презентацию можно скачать из группы ВКонтакте. Учимся зарабатывать на бирже. Также приглашаю вас принять участие в моих бесплатных вебинарах, которые проходят каждые две недели в четверг на площадке Адмирал Маркетс. Ссылка для регистрации в описании к этому видео. Приготовили бумаговую ручку? Отлично! Тогда начинаем. Посмотрите на график и найдите на нем тест на откате. Готовы? Время пошло. Кто нашел паттерн, поставьте себе один балл. Думаю, что это было несложно. Паттерн очень похож на классический. Второй пример. Найдите тест на откате. Готовы? Время пошло. Кто нашел второй паттерн, добавьте себе еще один балл. Как думаете, здесь есть еще один паттерн? Да, есть. Кто нашел второй паттерн, запишите себе еще плюс один. Третий пример. Готовы? Начали! Кто нашел паттерн, поставьте себе плюс один. Но если бы кто не вошел в такой ситуации, объяснив это неподтвердившимся трендам, допустимо, но тогда вы точно должны были найти второй паттерн. Потому что второй паттерн уже сформирован на тренде. Кто нашел паттерн, поставьте себе плюс один. Четвертый пример. Помните, мы ищем двойной тест на откате. Готовы? Тогда поехали! Кто нашел паттерн, молодцы! Добавьте себе еще один балл. Как думаете, здесь есть еще одна фигура? Да, есть. И кто ее нашел, запишите на свой счет еще один балл. Пятый пример. Не самый простой, так как нужно найти тест на откате при трендовом движении. Готовы искать? Тогда приступим. Обратите внимание, что в данном случае двойной тест на откате сформировался после подтверждения движения вверх. Напишите в комментарии, почему в этом месте можно считать, что тренд подтвердился. Шестой пример. Готовы? Засекаю время. Удалось найти? Отлично! Кто нашел паттерн, очень хорошо. Кстати, а вы не видите на графике, какой еще сформировался паттерн? Подумайте и своими мыслями поделитесь в комментариях. Седьмой пример. Помните, что ищем откат на тренде. Готовы? Начали! Нашли паттерн? Отлично! Ставьте плюсик и идем дальше. У нас остался последний пример. Восьмой пример. Приготовились? Начали! Кто нашел паттерн? Молодцы! Поставьте себе еще один балл. Ну а теперь настало время подвести итоги и подсчитать результаты теста. Если вы набрали 2 балла или меньше, сделайте паузу и пересмотрите ролик. Скорее всего, вы спешили и не дали себе времени подумать. Если вы набрали от 3 до 6 баллов, неплохо, но можно еще все внимательно проработать. У вас есть хороший потенциал для дальнейшего роста. Если ваш результат в пределах от 7 до 9, это хорошо, но и это можно значительно улучшить. Если вы набрали 10 баллов и выше, поздравляю, это отличный результат. Попробуйте его закрепить и улучшить, сделав свои скриншоты графика. Или скачайте презентацию из группы ВКонтакте «Учимся зарабатывать на бирже» и на графиках сделайте упражнения на время. Друзья, если вам понравился материал, ставьте лайк, поделитесь им или напишите комментарий. Ваши отзывы – это хорошая обратная связь. Подписывайтесь на канал Admiral Markets и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем спасибо и до новых встреч!